Всем привет дорогие друзья, вы на канале CryptoRelax и сегодня мы бы хотели поговорить о Layer 2 решениях, о проектах основанных на технологии релапов, рассказать какие бывают релапы, чем отличаются и какая перспектива у них на будущее в экосистеме Ethereum. Тема эта конечно же не нова, но я считаю, что она будет актуальна и в предстоящем 2023 году. Зайдем немного издалека, поговорим о Ethereum. Ethereum это самый главный наш альткоин, как мы знаем, занимает вторую строчку в CoinMarketCap после биткоина по капитализации, имеет самый большой TVL, у него самое большое количество разработчиков и огромнейшая комьюнити. И вот когда выходят проекты, которые хотят решить проблему масштабируемости Ethereum, Layer 2, они всегда у нас на слуху и о таких проектах мы сегодня с вами поговорим. Но прежде чем мы перейдем к технологии релапов, немного поговорим в целом о Layer 2. Что такое Layer 2? В переводе Layer 2 это второй слой, второй уровень, это тип решения для масштабирования. И сразу вспоминаем трилемму блокчейна, масштабируемость, безопасность и децентрализация. Трилемма не может выполниться идеально, всегда страдает какое-то звено или B2. И вот, как мы знаем, у эфириума безопасность и децентрализация на хорошем уровне, а вот масштабируемость страдает. Поэтому в Layer 2 акцент идет на масштабируемость у нас сети эфириума. У него действительно с этим есть проблемы. Значит, Layer 2 это тип решения для масштабирования, который имеет отдельный уровень выполнения, где выполняется код EVM, Ethereum Virtual Machine, который наследует гарантии безопасности и децентрализации первого уровня основной сети. Это значит, если Layer 2 отключится из-за ошибки, уязвимости инфраструктуры или сбоя, средства будут надежно защищены в Layer 1 в масте смарт-контрактов. Средства могут быть извлечены в соответствии с последней записью, представленной в основной сети. И вот мост настоящего Layer 2 полностью децентрализован и не требует разрешений. Поэтому всегда есть гарантия, что средства будут доступны после внесения пользователя. В нескольких подходах к масштабированию используются различные механизмы криптографической верификации с различными компромиссами в отношении безопасности. Сейчас об этом поговорим. Есть два параметра, которые используются для классификации решений масштабирования Layer 2. Один из них это криптографическая верификация, а другой это доступность данных off-chain или on-chain. И вот мы приближаемся к определению языка RLAP и оптимистик RLAP. Но прежде, что такое RLAP? RLAP в переводе это сверток. Это решение, которое позволяет выполнить транзакции за пределами основной сети Layer 1 эфириума, а затем отправить только окончательные данные транзакции в основную цепочку L1. Главная задача RLAP – это свернуть большое количество транзакций и превратить их в один фрагмент данных для отправки в блокчейн, вместо набора отдельных записей, что экономит много места и благодаря этому мы выиграем в скорости цене на комиссию. Это и есть пример решения масштабируемости эфириума. И на данный момент есть два основных типа верификации. Первый – это верификация действительности, то есть математические доказательства, использующие криптографию с нулевым разглашением ZHA, Zero Knowledge, чтобы гарантировать действительность транзакции. Это и есть технология языка RLAP у нас. И второе – это верификация мошенничества. Эти доказательства выводят так называемую задержку спора, когда доказательство отправлено в Layer 2, валидатор имеет время, чтобы поместить доказательство как недействительное. Недействительное доказательство может иметь неправильные переходы между состояниями и таким образом привести к наказанию задействованных валидаторов и последует откат состояния к последней действительной записи. Такой технологией пользуется оптимистик RLAP. То есть простыми словами, ZK RLAP запускает вычисления вне основной сети и отправляет так называемые доказательства достоверности в блокчейн первого уровня. Доказательство достоверности по сути означает, что кто-то прошел все транзакции, свертки RLAP, проверил транзакции на безопасность и доказал, что они не мошеннические, а затем предоставил доказательства вместе с транзакциями блокчейна первого уровня, то есть основной сети. Это очень все похоже на Proof of Work, то есть проверка LR2 проходит чекерами, контроллерами, мгновенно перед отправкой транзакций, а затем они получают вознаграждение. А оптимистик RLAP предполагает, что транзакция достоверна по умолчанию, отсюда и название оптимистические RLAP, и одобряют их все для отправки в основную цепочку эфириума, вместо того, чтобы использовать доказательства достоверности. Они используют доказательства мошенничества. Но только тогда, когда это рассматривается, то есть предполагают, что все транзакции правильные и не проверяют факты, как это делают ZK RLAP. Но что они публикуют, может быть проверено другими людьми. Можно предположить, что люди всегда будут проверять транзакции, поэтому эти RLAP работают. Если транзакция будет помечена как мошенническая, она отменяется, и валидатор, который подтвердил блок, будет наказан. Одна большая особенность оптимистик RLAP заключается в том, что они могут выполнять смарт-контракты и транзакции с использованием других токенов, не только транзакции с монетами эфириума. Как мы видим, это совершенно два разных типа RLAP со своими преимуществами и недостатками, отличающиеся своим подходом к проверке данных. ZK RLAP технически более сложны, имеются некоторые проблемы с совместимостью EVM, но при этом имеют низкие затраты на газ и время провождения транзакций быстрее, чем у оптимистик RLAP. Оптимистик RLAP, в свою очередь, хорошо EVM совместимы, способны обрабатывать сложные смарт-контракты, но использование доказательства мошенничества возрастает из этого время вывода средств. На данный момент прогресс не стоит на месте, и RLAP постепенно дорабатывают свои отрицательные стороны. Виталик Бутеринг, если честно, он больше отдает предпочтение ZK RLAP, и считает, что за ними будущее развитие L2-решений. И это не означает, что оптимистик RLAP в скором времени умрут, они тоже решат проблемы, добавляют различные пути, и секвенсоры, и рейнджеры, что там только мы придумали. В общем, конечно, технология с нулевым разглашением была провозглашена одним из величайшим достижениям в криптоиндустрии, в криптографии последнего времени, поскольку она позволяет давать математическое доказательство утверждениям и условиям, не раскрывая никакой информации, необходимой для этого. По сути, это математическая магия, поскольку сами доказательства очень сложны для понимания. И это доказывает, что мы копаем с вами в нужном направлении, и проекты, которые мы с вами сегодня рассмотрим, имеют огромный потенциал. Ну а теперь самое интересное, давайте рассмотрим, какие все-таки проекты у нас есть на оптимистике и за кейролапах. Для этого мы перейдем на сайт l2bit.com. Здесь очень удобно отслеживать TVL в L2 сегменте, и увидим, что совокупность объема ликвидности здесь составляет 5,7 миллиардов долларов. Это, конечно, на порядок меньше, чем в DeFi секторе, однако прослеживается тенденция к росту на фоне развития решений второго уровня. И я думаю, со временем она будет расти в геометрической прогрессии, так как проблемы масштабирования эфириума без L2 решить на данный момент невозможно. Как мы видим, первые две строчки занимают проекты из оптимистик ролап, это Arbitrum One и оптимизм. Arbitrum – это L2 у нас решение, созданное командой FCA Labs. Сама сеть называется Arbitrum One и использует оптимистик ролапы. Но я думаю, мы не будем повторять принцип работы ролапов, мы с вами будем подчеркивать уже некоторые черты проектов. Особенность Arbitrum и отчасти его проблема – это то, что ему нужно накапливать ликвидность, как можно больше ликвидности. Потому что такие структуры, как EMM Cross L2, DMM, изобретенный Starkware Loopling, протоколы ликвидности, такие как Connext и Hop, должны получать необходимую ликвидность и быть достаточно надежными. Тогда возможные масштабирующие решения могут совместно использовать одну и ту же инфраструктуру, чтобы не вызывать фрагментацию экосистемы. Поэтому Arbitrum и занимает здесь лидирующую строчку по TBL, потому что ему просто необходимо. Но в этом проекте, конечно, что нам интересно, что здесь нет токена. И вот ходят уже слухи, что чуть ли не в этом квартале уже должен будет выйти их токен. В любом случае, есть шансы на airdrop активным участником сети. Поэтому, кто не проводил активности в сети Arbitrum, не гонял мосты, пора, конечно. Дальше у нас идет по списку Optimism. Это такое же L2 решение на оптимисте кроллапах, как и Arbitrum. Они, на самом деле, одни из первых, кто начал разрабатывать EMM совместимые решения на базе технологии масштабирования оптимисте кроллапов. О нем мы с вами говорили не так давно на видео про квесты на оптимизме. Кто не смотрел, можете глянуть, что-то может новое подчеркнуть про оптимизм. У оптимизма, в отличие от Arbitrum, есть свой токен OP, он называется. Достаточно хорошо держится. За январь можно было сделать 3XA спокойно. Интересно, что у оптимизма выделено в токенномике 19% на airdrop community. 5 из которых они уже раздали на airdrop 1. Остальные предстоит выделить. И мы все надеемся, держим кулаки, что они не разочаруют и щедро раздадут за квесты и в дальнейшем. Поэтому оптимизм тоже интересная история. И как мы видим, первые две строчки, самые большие по TVL у нас занимают оптимистик роллапы проекты. Arbitrum One и оптимизм. Несмотря на такое пессимистическое мнение Виталика Бутырина, он больше за ZK роллапы я вам говорил. Но может быть рано или поздно это все пришло сместиться. Пока ZK роллапом до оптимистика здесь по TVL далековато. Далее у нас из оптимистик роллапов идет Метис Андромеда. Долгое время Arbitrum и оптимизм конкурировали лишь друг с другом за лидерство по TVL. Но вскоре появился новый игрок Метис Андромеда. И менее чем за месяц, в начале 2022 года, с 1.6 миллионов дошел он тогда до 335,6, более чем в 200 раз. Это было связано с нативным токеном Метис, его хорошему росту и многочисленных интеграций на тот момент. Рост TVL до марта 2022 года и позже начал, конечно, как мы видим, сдуваться. Вообще Метис себя позиционирует как более быстрая и эффективная версия оптимизма. Они оформили оптимизм Virtual Machine и назвали ее Метис Virtual Machine. Есть отличия по принципу работы секвенсоров. У Метис они объединяются в анчейн структуры наподобие DAO. Пользователи также могут вступать в качестве рейнджеров, контролируя секвенсоров с дополнительной звеноидом и получать вознаграждение в Метис токенах. Благодаря им ускоряется проверка в процессе отправки изменений состояния в Ethereum. Также у них есть программное обеспечение Polis Middleware для упрощения запуска переноса приложения с Web 2.0 на Web 3.0. В целом Метис интересный проект, можно присмотреться, в нем смущает конечно ток ликвидности, монета тоже у них укаталась нормально. Ну это вот можно сказать три самых таких главных проекта в оптимистик роллапах. Также есть интересный проект Boba Network. Создан он был компанией Enia в качестве основных участников Omnis Go Foundation. Он начинал как форк оптимизм и является одним из ключевых участников OVM, то есть оптимистик виртуал машин. И интересный факт, что сам Boba это развернул OVM 2.0 раньше, чем сам оптимизм. Несмотря на то, что Boba начинал как оптимизм, у него есть модульная структура, которая позволяет им поменять местами механизм отравки доказательств в основную сеть. Это может допускать некоторые возможности обновления. В целом тоже проект неплохой, Twitter score у них вполне себе, можете сами проверить. Подписан Виталик Бутерин, Джозеф Любин, кофаундер концессий, CoinDesk и многие другие интересные личности. GitHub живой, обновляется потихонечку, там 2-3 дня назад. Версия 3 у них уже пошла, можете почитать в интернете. Сайт неплохой. Все красиво достаточно. Вот MutiChain Partners, Binance, кстати, на Binance он еще не залищен. Возможно, если залищит, хорошо взлетит. Вот инвестора можете видеть, тут какие есть. Woodrow Capital, Hypersphere и так далее. Но если посмотреть, конечно, на его TVL, конечно, как он рос пикообразно, просто 1,4 почти миллиарда был и укатался до 14,7 миллионов. Представляете? Ну, то же самое и с самой монетой, с токеном. Вот вы можете, ну, наблюдать это. Здесь, конечно, фигаска. Ну, можно сказать, можно подобрать и ждать, пока он там стрелит вместе со всеми оролапами LR2 решениями, рано или поздно. Как говорят, не финсовет, конечно, Dior. Но вы имеете в голове. Проекта в целом неплохой. Вот видите, и Twitter, и у них там 400 тысяч почти подписчиков, 300 с чем-то. Так что присмотритесь. Ну, а теперь давайте перейдем к проектам на ZK Rollup. Там проектов немного больше, но они не все реализованы в полной мере. И первым по TVL у нас в ZK Rollup идет Divide DX. Все вы прекрасно знаете про Divide DX. Это ончейн для производных финансовых инструментов, работающих поверх ZK Rollup. И создан он немалоизвестным StarCore. Живет Divide DX в собственном L2 сети, где пользователи могут легко переносить средства со основной сети эфира и начинать торговлю между собой уже с низкими комиссиями за транзакции там. Вся книга заказов находится в L2, поэтому пользователи имеют гораздо лучший User Experience, чем на LR1, без ущерба для безопасности или для централизации. Ну, что говорит, Divide DX это серьезный продукт. В 22-м году оборот торговый составил 466 миллиардов, а это, я бы скажу, прилично. Токен занимает у нас 83-е место в CoinMarketCap. Тоже немножко проселось взять за всю историю. Можно тоже потихонечку подбирать, что про него еще можно сказать. Дальше у нас идет по TVL из ZK Rollup. Это Loopring 120 миллионов, ZK Rollup. Думаю, многие даже не слышали о нем, хотя он с 2017 года на рынке, как один из самых старых по ZK Rollup. У них на сайте, в принципе, так и написано, что они первые ZK Rollup и вообще на LR2. Интересный проект и протокол ZK Rollup с открытым исходным кодом. Централизованный торговый протокол, в котором используется книга ордеров. В общем, это набор смарт-контрактов эфира и схем ZK, которые описывают, как создавать высоконадежные, высокомасштабируемые Dex, AMM, платежные приложения на основе книги ордеров. Команда строит множество функций для своего обмена, чтобы улучшить общий пользовательский интерфейс и также снизить затраты. Они планируют расширить свой кошелек на другие L2, таких как Arbitrum, ZK Sing 2.0, Optimism. VEM совместимый с Layer 1 решением, Finance, Smart Chain, Mubi, Makala, Harmony и другие. Blueprint также сотрудничает с Starkware, то есть TVL у него 120, получается, миллионов. Ну а дальше у нас идет Immutable X, тоже мы его знаем как выходца с Coin List, кто помнит. Immutable X это решение второго уровня, улучшающее масштабирование NFT на Ethereum. В основе лежат те же ZK LAP, но мы видим, что рядом подписано Validium. Вообще, Validium сейчас принято у некоторых, что он не считается истинным Layer 2 решением. Сейчас попробую объяснить, и Виталик Мутерин тоже против всех этих Validium и Plasma. Validium это решение для масштабирования, которое использует доказательства действительности как ZK LAP, но имеет доступность данных off-chain, помните, мы тут открывали рисунок, вот, пожалуйста, доступность данных off-chain. А получается, он ставит под угрозу безопасность Ethereum для повышения масштабируемости, то есть это гибридный подход к масштабированию, который не помещает Call Data в on-chain, но все же это лучше, чем, например, безопаснее, чем сайдчейны, поскольку переход между состоянием подтверждает достоверность с помощью ZK Stark. В общем, об этом можно говорить много, в принципе, и Validium развивается, можете прочитать в интернете, что это такое Validium Volation от Starknet, Starware. То есть, понимаете, ончейн, доступность данных у нас это доказательство действительности Validity Proof. На ончейн это The Coral Lab, на off-chain это Validium. И на достоверности мошенничества, это на ончейн и Optimistic Validium, на off-chain это, соответственно, плазма. Ладно, немного отвлеклись, и так, Immutable X, тоже неплохой проект с хорошими инвесторами, собрал достаточно много денег на разных раундах инвестиций. Сильно, конечно, токен у него просел, но были слухи о интеграции с TikTok, поэтому рано или поздно могут разогнать эту тему. А теперь давайте поговорим о истинном TheKeyRalab. Это TheKeySync 64 миллиона, не так уж на самом деле много. TheKeySync это объединенная сеть L2 с нулевым разоглашением, созданная Matterlabs. Сейчас есть уже две итерации TheKeySync, это первая версия, вторая. Первая версия эфира поддерживает только транзакции между пользователями и практически не прилагает никаких DABs из-за отсутствия смарт-контрактов, поэтому пользуются небольшим спросом. Вторая версия TheKeySync 2.0, вот у них прекрасный сайт здесь есть, там уже ZKeyVM совместимость идет, вот ZKeyVM функционал, который так ждет Виталик Бутерин. Полностью, получается, поддерживает инструменты для написания смарт-контрактов на эфириуме, такие как, вы видите, Solidity, Viper, вот, и MetaCount Abstraction, через LLVM компиллер они хотят выйти на библиотеки Rust, C++, Swift, раз я напомню, полка dot на нем строится. Множество проектов планируют развернуть свои уже на сети своих протоколов на ZKeySync 2.0. Сюда входят и Uniswap, и OneInch, и Maker, и ZigZag, Sushi, Orbiter. В общем, все серьезно, все ждут уже полноценный старт ZKey 2.0, тут как бы написано, что, видите, мы четыре года к этому шли, и вот сейчас ZKey 2.0, знал он MainAid, но он, на самом деле, если зайти на L2Bit, там видно, что сейчас для вайт-листов только, там, всего-то TVL458, в общем, can only what listed contracts can be deployed only what listed users, то есть полноценно еще все-таки запуска не произошло. Конечно, тоже все ждут airdrop по ZKeySync, кто не делал активности, очень зря, нужно максимально здесь было проявить. Месяц назад снимали мы видео, выкладывали ProZKeySync, можете пересмотреть, так что ждем. Дальше рассмотрим с вами проект StarkNet, это также Layer 2 решение, в основе которого лежит криптографический механизм ZKey Stark, значит, основной разработчик протокола это израильская компания Starkware, мы уже ее вспоминали не раз, в числе основателей проекта известный криптограф Эли Бен Сассан, профессор и соавтор технологий Stark, который также ранее участвовал в создании криптовалюты ZKeySync. С 2018 по 2022 год, в нескольких раундов инвестирования компания собрала ни много ни мало, 273 миллиона долларов. Первый коммерческим применением технологии ZK Stark у нас как раз таки стал StarX в июне 2020 года и это локальное решение для масштабирования фирмами в рамках конкретных дабсов, которые уже успешно пользуются. Мы с вами видели DividedX и ImmutableX, это вот как раз все StarkNet, Starkware. Может кто услышал Rina, Sorare еще есть. Следующим этапом развития проекта стал уже запуск альфа-версии основной сети StarkNet в конце 2022 года. Можно много рассказывать про работу StarkNet, но обозначим основные такие интересные идеи ZK Stark, это то, что StarkNet поддерживает полное вычисление Тьюринга. Технология ZK Stark устойчива получается к атакам с использованием квантовых компьютеров, что интересно. Потенциально до 10 раз более масштабируемо, чем ZK Snyrk нам известный. В теории, чтобы мы понимали, может объединить до 60 миллионов транзакции в один блок, 60 миллионов. Сейчас, чтобы мы понимали, это одна тысяча в одном блоке. Имеет EUM совместимость из коробки просто через компилятор Solidity и Cairo. В общем, одни плюсы экосистемы у StarkNet достаточно большая, вот вы можете видеть. И достойный проект по мне, мы по нему тоже ждем дроп за активности. Здесь все хорошо, над проектом активно работают, StarkNet свое видение вообще масштабирование L2 решения в эфире. Это хорошо. По многим параметрам они выгодно отличаются от тех же Optimistic Rolap и своих конкурентов по ZK Rolap. Главное, в общем, довести дело до конца. Далее давайте поговорим о проекте, который отличается от предыдущих своей анонимностью. Это у нас Aztek. Aztek это ZK Rolap L2, ориентированный на конфиденциальность. Он позволяет проводить быстрые, дешевые DeFi совместимые транзакции в полностью конфиденциальном режиме, без ущерба безопасности и децентрализации фирмума. Aztek построен на Plong. Это новый быстрый стандарт, основанный на технологии Snark. Это дает высокую скорость транзакции, хотя они полностью зашифрованы. Транзакции проводятся за секунды. Также совместимость DeFi системами. То есть вы можете управлять своими активами полностью анонимно и проводить операции внутри защищенной среды от Stek. И возможности подоработки у них присутствуют. Этот стандарт очень прост и открыт для любых доработок и развития. Проект-продукт ZK Money мы снимали видео месяц назад, можете также ознакомиться. Aztek также есть все шансы получить Airdrop. Хороший проект, занимает свою нишу среди Layer 2 решений. Безусловно, тоже очень интересен, так как затрагивает тему конфиденциальности. Держите его на карандаше, на всякий случай. И я думаю, Эндрис Лин Хоррис, а именно они у него инвестировали, не просто так сделали этот выбор. Ну а теперь я хотел поговорить о уже оставшихся двух проектах. Татайка и Скролл. Это новички, можно сказать, в ZK на лапах. Они впервые на этом поле, но это не значит, что они не займут свою нишу здесь. Тайка – перспективный Layer 2 проект, за которым пристально следит Виталик Бутерин. Это проект с открытым кодом. Команда, кстати, Тайка получила благодарность от него за важную новаторскую работу, которую они внесли в ZK EVM. И вот я напомню, Виталик Бутерин, тут тоже есть статья, почему ZK Laps передят оптимистику Laps. Здесь вот он пишет, что очень ждет, когда уже реализуют все-таки EVM, ZK EVM. Он говорит, что вот есть Scroll, ZK Sync, которые могут все-таки первыми это сделать. И я вам так скажу. Я точно знаю, кто первым грамотно из проектов реализует работу у ZK EVM, будет в почете у Виталика и в целом у всего сообщества фирмы, и после этого проводить активности в этих проектах. Поэтому надо затронуть все по возможности, потому что неизвестно, кто из них станет первым, кто из них станет самым качественным. Поэтому это может быть и ZK Sync, он очень близок, это может быть и Тайка, это может быть и Scroll. И как задача будет выполнена ZK EVM, вы с вами увидите, насколько будет этот хайп, Slayer 2 решениями, и Ethereum опять начнет стрелять, и тот же Боба взлетит, и еще что-нибудь. Поэтому держите, так сказать, кулаки, сами ресерчьте, не забывайте. Про Scroll видео я, кстати, снимал предыдущее, можете взглянуть. Единственное, от себя скажу, можете смарт-контракт, который мы с вами задеплоили, заверифицировать. Также была новость, что, наверное, Uniswap там не развернули, там, на скролле. И, кому не лень, можете даже задеплоить токен CT Scroll свой какой-нибудь, это лишним тоже не будет. Ну, в общем, вот так вот сегодня мы поговорили по Layer 2 решениям. Про ZK и оптимистику, может кому-то было интересно, может вообще кто-то ничего не понял. Я думаю, что с ними будет все хорошо в 2023 году, потому что они носят вклад все-таки в экосистему эфириума. И как только кто-то пробьется, будет какое-то новаторское решение, как вот ZK и EVM, например, если запустят, то все, это будет опять очередной хайп. Начнут стрелять по очереди те, кто даже не стрелял, и Лупринги, и Бобы, и все. Даже, ну, фьюэл, я про них даже не говорил, сами почитайте. Я вам так сказал самое основное. Делайте, делайте активности по максимуму. Я надеюсь, информация была полезной, интересной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, постараемся ответить. Всего хорошего, до встречи на канале CryptoRelax.